Ну вот, раскритиковал я сразу две пьесы, знакомых мне писателей. Если бы я сейчас на трибуне, на писательском собрании, уже давно бы услышал крики «Расскажи про себя, самокритику давай!» Что же про себя говорить? Я был бы, наверное, счастлив, если бы мог сейчас повиниться только вот в таких писательских погрешениях, о которых только что рассказал. Но я ношу в себе такой грех, перед которым все хлопковые и рыбачьи и прочие на многие годы вперед грехи детская забава. Без делушки, ничто. В молодости я совершил поступок, о котором мне тяжело вспоминать. Мне потом много-много долго ругали мои друзья, и это было для меня наказанием. Но главное мое наказание я ношу в себе саму, и уже никто никогда не накажет меня больше. Отец говорил, если совершишь недостойный позорный поступок, сколько бы потом ни молился, сделанного назад не воротишь. Отец еще говорил, человек, совершивший позорный поступок, а потом через несколько лет начавший раскаиваться, подобен тому, кто хочет погасить долг старыми, да и форменными деньгами. Еще отец говорил, если ты позволил себе сделать злу все, что оно хотело, и выпустил его из сатли на волю, что толку бить потом в то место, где это зло уже сидело. Зачем запирать двери на тяжелый замок, после того, как быков уже угнали? Все это так. И я знаю, что после драки кулаками не машут, но читатели мои нет-нет, да и напишут снова. Напомнят, разберите трану, они как бы кидают камешки в мое окно и как бы говорят. Выгляни, покажись, Расул Гонзатов, расскажи нам, своим читателям, как и почему все это случилось. О чем я должна вам рассказывать? Вопрос вопросов. Стрелу, попавшую в тело, можно выдернуть. Но можно ли выдернуть стрелу, попавшую в сердце? Да вот, в 1951 году ты написал стихи, очерняющие Шамиля. А в 1961 году написал стихи, восхваляющие Шамиля. Над тем и над другими стихами стоит имя Расул Гонзатов. Теперь мы хотим узнать, один и тот же этот Расул, или два разных, и какому Расулу верить. Мой дорогой читатель, я не знаю твоего возраста. Может быть, ты совсем еще юный. Были ли у тебя в жизни рубежи, границы, которые приходилось преодолевать? Мне пришлось перейти одну границу. Я любил, не пытаясь серьезно разобраться в своем чувстве. Потом мне пришлось раскаиваться в этом. Бывает, что окна соседей разделяет узкая улочка. В каждом окне по соседу друг против друга. И вот они ругаются, стараются обвинить в дурных поступках старшего младшего или младше старшего. Я похож на этих бронящихся соседей. Но и в том, и в другом окне я сам. Только в одном окне молодой, а в другом такой, как сейчас. Блеск времени ослепил меня, как красивая девушка ослепляет глупого парня. Я смотрел на все, как жених на невесту, не замечая ни малейших изъянов. Если говорить серьезно, я был тенью времени. Известно же, какова палка, такова от нее и тень. Было официально решено, что Шамиль английский и турецкий агент. И что главная его цель – разжигание вражды между народами. Я верил тому дому, в котором это было утверждено. Я верил и хозяину того дома. Тогда-то я и написал стихи, разоблачающие нашего Шамиля. Теперь мне говорят иногда, чтобы утешить, мы слышали, будто бы ты написал эти стихи по специальному заказу, что тебя заставили их написать. Неправда. Меня никто не насиловал, не принуждал. Я сам добровольно писал стихи о Шамиле и сам отнес их в редакцию. Просто я был похож тогда на иных горцев, которые, листая Коран, не зная ни одной буквы по-арабски и, значит, совершенно ничего не понимая, и все-таки испытывают сладкий восторг. Я был тенью того времени. Я не знал и тогда, что поэт не может быть тенью, что он всегда огонь, источник света. Это, независимо от того, слабенький ли это человек или большое солнце. Свет не отбрасывает тени. От света только свет. Может быть, я понял это несколько поздновато. Что ж, даже яблоки бывают разного сортов. Одни созревают быстро, другие наливаются только в осени. Я, как видно, отношусь к осеннему сорту. Так вот и было дело, что касается моей раны, то она со мной.